Подготовив путём недолгих манипуляций трубу, мастера соединят её концы, и тогда на улице Черничной снова будет вода. Вот только удовольствие, и это каждый раз местным жителям встаёт в копеечку. Ведь работает на месте частная фирма. Оказывается, водопровод, питающий всю округу на протяжении почти 15 последних лет, ресурсоснабжающей организации не обслуживается, так как не стоит на её балансе. Собрали группу, у нас теперь есть группа по всему микрорайону, 80 домов, только сидим и переписываемся, начать деньги скралывать. Вчера мы сидели весь день без воды, мы всё сделали, вечером опять прорвало. Сегодня опять собрали 50 тысяч и опять за свой счёт делаем. Горводоканал обещал приехать, так сих пор его нет. В Горводоканале уверяют, проблему можно решить раз и навсегда, и даже дают подсказку жителям, как это нужно сделать. Жителям необходимо обратиться в администрацию города Пензы с просьбой о признании этих сетей безхозяйными. После этого администрация выпускает постановление и передаёт на обслуживание в течение одного года эти сети нам. Ещё одна проблема, на которую жалуются местные жители, это дороги. В настоящее время проезжая часть по улицам Черничная, Ромеева, Спрыгина, Ладыгиной, Коц и другим с грунтовым покрытием. В мэрии обещали рассмотреть возможность их отсыпки асфальтобетонной крошкой или щебёночными материалами. Люди этого ждут с нетерпением. Позапрошлый год отсыпали там. Я поехал перед этим, ездил туда, я говорю, почему там отсыпают, а нас не отсыпают. Вы вот на следующий год. И вот пять лет я ходил туда, пять отписок у меня лежат. Пять отписок. И никто, три главы сменилось, ну, вот как был и ныне там. Люди обращают внимание на третью проблему. Как раз сейчас, когда дни стали короче, на улице будет темно, так как фонари есть не везде. Опять же, в мэрии об этом известно. И смонтировать наружное освещение, конкретно на улицах Спрыгина и Ладыгиной, городские власти планируют сразу, как только появится финансовая возможность для этого.